А у вас с вами Юлик. Привет, друзья. Антон Ласов. Антракт окончен. Как обещали, поставили свои задницы. Вернее, поставили задницу Егора, Юлика и Антона. И все, задницы поставили. Забираем. Забрали обратно задницу. Прошло два дня, шоу вышло. Сдержали слово. А если оно не вышло, все равно забрали. Оно вышло. А почему вышло? Потому что мы люди чести, люди слова, люди доброго нрава и лучшего характера. Не то, что эти школьники поганые, которые матерей называют. Ширух и тварь. Виталий, да? Я надеюсь, что вы тоже хорошие люди. Растете на нашем контенте. На добром, на честном, на ответственном. На криминальной России. Потому что мы честные люди. Сегодня мы продолжаем смотреть шоу Напуганные до усрачки с каналом Микстэк. Отличный канал. Очень интересно. Давайте смотреть. Обнимешь брата, нет? Брата А. Точно. Обниму тебя, ладно, да, пока. Да, братишка. Увидимся, когда вылуплюсь. Так, ребята. Хочу, чтобы каждый из вас приземлил жопку на той скамейке. А вот те ребята придут сюда и расскажут вам, почему они здесь. А вам нужно послушать. Потому что в вашем... Крутые комбезы. Я такой хочу купить на лето. Домашний. Не, на лето ходи по улице. А что, Николик, тихо? Тихо. Повяжут. Меня? У нас нет такой формы. Ну, он сам подозрительный как-то. Что за чувак в комбинете? Ну, это же стильная. Я прикинь, когда вы еще одеть. Идти в пятерочку. Такие, ё, чурако. Гуталин, гуталином намазаться. Вот тогда меня точно повяжут. И какие-нибудь все. Ну, такие белые кроссовочки. Ну, чтобы по стилю не было. Чисто вот. Нет, тапки. Крызин стайл. Они вот в тапках ходят. У них тепло походит там. Ронни, начинай. Хочу каждому из вас дать понять, что это неправильный путь, пацаны. Маркуша, оставь эти пушки в покое. Потому что, ну, спер ты пушку, и вдруг она случайно вышла из-под контроля, и ты убил кого-то. Хотел ты того или нет, но с тобой здесь будут обращаться, как будто ты это сделал специально. Тебе нет дела до этих пушек. А у тебя здесь брат сидит. Тебе не нужно идти по той же дороге. У меня тоже дома есть братья, а я позволил идти им по этому пути. Они видели во мне лидера. Кто-то не возвращается домой. Если они вас сегодня отпустят, одну вещь запомните навсегда, отпечатайте в голове. Потому что, когда ты сделал выбор, обратного пути может быть. Нужно с маньяками знакомиться. По типу Чарли Мэнсона. Да, вот с такими. Они бы им порассказали. Они, во-первых, шизы сначала не вели бы. О, ты правда? Так и надо. Сяди, сволочи. Мать твоя тоже. Убей. Зарежь. А хочешь, я залежу? А давай, знаешь, что? Чтоб не было тебе тяжко, я нападу. Хочешь? Скажи, где живешь? Где живешь? Как окно открыть? Оставь дверь заднюю открытой, я залежу. А вот я думаю, это произвело эффект. И он такой, нет, не надо убивать мою мать. Зачем, ты же сказал, хочешь? Ты же как хочешь? Он такой, все, договорились, брат. Да, знаешь, я попротаюсь, я такой, я к тебе приду. А дело, у меня есть одна синячка. Синячка, сука моя. А он сходит. Он мне скажет, где живешь. Он за тобой проследит. Хочет того или нет? Я убью твою мать, твою мать. И он выбежит, скажет, он хочет убить твою мать. Он такой, да? Это что, мы с ним поговорим. Я не обещаю. Он скоро выходит. Он выходит. Он выходит. На следующей неделе. А знаешь что, вы, наверное, с ним на одном автобусе приедете. Похоже, что поедет. И ты раньше выходишь. Да, значит, раньше. Буквально на 20 минут. Так что он увидит. Он, знаешь, еще такой, я следующий. Снимают наружки. И я с тобой выйду. Бегом домой. Прямо через все это пустынь. Буду честным. Это долгий путь с той камеры. До той красной зоны, где полиция может вам помочь. Это долгий путь. Сейчас вы в опасном месте. Кто-нибудь знает, почему он здесь? Почему? Плохие решения? Нет, вы здесь. Потому что кто-то вас любит. А кто любит вас больше, чем вы? Мама. Твоя мама. Та, которую ты избил. Потому что ты ее не уважаешь. Она любит тебя больше, чем ты сам. Да, да, да. И он так сказал, вроде, знаешь, что Мама тебя сюда и привезла. Потому что ты ее бьешь. Ты маму побил. Ты ее ножом угрожаешь. Во-первых, ножом. Во-вторых, ты ее обзываешь, постараешься, сидишь, хихикаешь, смеешься. Да тебя вообще оставить на этой зоне надо. Да просто, блядь, сиди здесь. Интересно, будет в конце? Изменились они там? Год спустя. Я думаю, год спустя в настоящий робе уже. Не помогло. Я пушку реально, как вот этот дядя сказал, она реально стрянула и прям в маму. Степ-дед в лоб. И он свалился, как мешок с дерьмом. Я такой думаю, черт возьми. А я думал, это игрушка была. Твоя семья любит тебя, а это не та жизнь, которая тебе нужна. Я хочу, чтобы каждый из вас покинул это место. И когда каждый вернется к матерям, к отцам, каждый из вас должен подумать о своих поступках, о своем поведении к ним. Хочу, чтобы вы их обняли. Нет, ну, а давайте вот представим, что они реально вернулись обратно и пришли в свои банды. Им сказали, ну что там, тебя эти идиоты решили проучить. Так они не придут в эти банды. Придут. Придутся будут? Нет. Он не придут специально, чтобы сказать, что слушайте, ребят, я больше, я выхожу из банды. Как это так? Меня напугали заеки, сказали, очень плохо в тюрьме. Побьют его разу. Ну и все, он скажет, давай забудь это все. Если будешь делать, как я сказал, никуда не попадешь. Хорошо. Все. Все, обнимемся. Давай. Вот тебе коробка. На угол 5-6. Отнеси быстро, блядь. И не заглядывай туда. 20 баксов сразу плачу. Все, я побежал. И сказали, что любите. И поменяли свои жизни. Все будет хорошо. Че-то слишком они добрые. Да, да, да. Ладо хочет разбежаться и нугать одного. Двумя ногами, чтобы он упал со скамейки. И сам этот закупал. И что это такое? Твою мать, скотина. Просто. Это мог быть так. Приводит 5 детей. Да, один из них, конечно, поедет в больницу. Но остальные 4 будут очень культурные. И вот такая русская рулетка. Вы отдаете все детей. Возможно, он едет в больницу. А возможно, вернется замечательным человеком. Нет, нужно с каждым что-то сотворить. Но такое, чтобы двумя ногами в грудь вбить. Потом этот выбывает. Его возят в санчасть. Потом второй подходит просто наугад. Поворачивается тазером. Сум, там 10 тысяч вольт. Хуячит. Нравится тебе, да? А копы так и задерживают. Вот это ты думал. И он тр-тр-тр-тр-тр. А вот перцовкой заливали. Перцовкой заливали. А он потом думает, что думаешь, водометы хуяня? Вставай. Раздевайся. Раздевайся. Его прямо у стены. Он такой, сейчас захлебнется. Ничего страшного. Но водомет это не так страшно. Это тебе так кажется? Это вот электричеством страшнее. Тебе в рот будет прямо в лицо подавать. Постоянно ты захлебнешься в этой струе. Не страшно? Или может быть все-таки тазер лучше? Нет. Лучше водой? 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 Да. Тогда вставай к стене. Да же? Этого хотите? Может ты? Так когда вы сделаете выбор, чтобы поменяться? Надо начать сегодня. Не начнете сегодня, и знаете что? Вы закончите здесь. А если не здесь, то под землей. Так что сегодня вам надо все обдумать, что вы будете делать. Готов меняться. Начиная сегодня, что сделаешь? Буду слушаться маму. А ты что сделаешь? Перестану умничать. А еще тебе нужно стать лидером для своего мелкого. Хочешь быть большим? Будь большим братом. Хватит повторять всякую херню за ним. Будешь истерить, пока не умрешь? Никак не. Ну и хорошо. Хватит страдать всякой херней. Направь его на правильный путь. Маркуша, сядешь за нападение. Вооруженное ограбление. Знаешь, сколько за него дают? Много дают. 20-30 лет. Думаешь, ты вывезешь столько времени? Ну и хорошо, закручивай гайки. Делай правильно. Ты что будешь делать? Приходи домой вовремя. Приходи. А нахера тебе вообще уходить? Что ты нашел на улице, скажи? Ничего. Я понимаю, ты потерял отца, но угадай что? Используй это, чтобы стать сильнее здесь. Покажи ему, что ты можешь... Это реально, блядь, не грозишь, дому централа начинается. Пуля, пуля. А ты же умный парень, нахуй тебе это надо. Да это так себе, на самом деле, слабый, слабый уговор. Вот сейчас уже у них реально, типа, все, очков. Они расслабились, да. Они сидят и мучат там. Надо их опять шугануть, еще полпередачи. Я говорил, с двух ног, любого наугад, кто угодно. Думаешь, папа рад за твое поведение? Нет. Заставь его гордиться, не у каждого будет такой шанс, чтобы с вами поговорили. Встаньте на верную дорогу, я скажу, что вы выбираете из двух. Либо жизнь, либо смерть. Что выберете? Жизнь. Жизнь. Не хочу видеть вас в некрологии или в новостях. Потому что вы меня не послушали. Так что выше носы, будьте хорошими. Всем мир. Спасибо, ребята, от души. Окей. Окей, ребята. Это тюрьма. Думали, все. На, сука, так и будет. Ошибались. Думали, можно расслабиться. Все, крышка вам улыбается. Но если их сейчас скреповать начнут, то это хорошо. А ты прям, видишь, их по такому, чтобы они вообще не расслаблялись. Не, ну если сейчас, вот им скажут, а теперь пойдемте кое-куда, я вам покажу кое-что. Заходят. И там труп лежит. А там не труп, а чувак на стуле сидит. Он такой, вам повинуло. Сегодня как? Давайте все, вот сколько у вас семеро? Все беремся за рычаг и убиваем его. Дергайте. А мы не трогаем. Он такой, вы убийца. А потом, когда его убивают, они такие, ой, его не надо было, мы ошиблись, вы убили невинного человека. А они такие, твою мать, вы что натворили? Я как бы не говорил, что дергайте. Вы там возьмите, сядьте. А там эти стрелки амперы, там 10 тысяч, сколько там вообще? Возвращаемся в те камеры, где вы были. Мы берем детей и на какое-то время оставляем их в камерах. Они подумают, что не вернутся домой, это окажет влияние. Они, видимо, нас оставят. Я не знал, что все на самом деле так. Из этой зубной щетки я могу сделать заточку. Он идиот, он просто тупой. Он ничего не понял, да? Он ничего не понял, он слишком маленький, чтобы что-то понять, какие-то выводы сделать. Он идиот. Он специально. Он как настоящий зэк уже, понимаете, да? Сначала, перед начальством. Он думает, это все игра. Кивает головой, а потом говорит, что это зубной щетки сейчас. Пожешь? Смогу. Хорош. Я хочу домой. Я могу взять кирпич и выпить нахуй. Ну, просто распиярить его. Тупица. Мне кажется, поэтому они конец еще программки или еще. Сейчас будут перевоспитывать особо ублюдков. Наверное, должны. Сигарета. Они, видимо, нас оставят. Я не знал, что все на самом деле так. Из этой зубной щетки я могу сделать заточку. Нет, не можешь. Я смогу. Хорош. Эй! Потише там! Пойдем со мной. Часть со свиданием имеет наибольшее значение для этих детей. Потому что тут ребенок умоляет родителей, чтобы вернуться домой. Ну, самое начало жесткое. Дальше уже какое-то послабление сильно идет. Садись. Эй, сына. Привет, ма. О чем думаешь? Мне не нравится. Хочешь быть здесь? Нет, ма. Расскажи, что сегодня было. Брата видел. Ты видел брата? Да. Что он тебе сказал? Он сказал, чтобы я был хорошим и уважал тебя. Потому что он знает. Он знает. И пытается уберечь тебя. Очень легко попасть за эти двери. Но намного труднее выбраться отсюда. Вот что делают родители, когда тебя любят. Я засунула тебя в огонь, чтобы позволить обжечься. Чтобы показать, куда тебе не стоит ссуваться. Понимаешь меня? Да, ма. Он как раз маленький. Да, помню. Ничего страшного. Там быстро нагонят экстерном. В тюрьме наверняка учиться можно. Просто будет присылать домашние задания удаленным. В тюрьме учиться лучше даже будет. Да, никто не мешает. Ну, и разу, что эти три ублюдка, которые будете... Мистер Ронни. Мистер Ронни, да вы приходите, вас в тетрадке рвать. Заново пиши. Одна помарка, все. В задницу тебя зазовывай. Вырывай листик. Вырвай. И ешь, 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 съедай. Жопу засовывай. И изо рта выпил. Прямо при мне, блядь. Давай, вырывай. Скомка. Да, я сам скомкаю всю тетрадку. Плотную пилюлю. Да, да, да. И ты ее ешь жопой. Я пошла. Мам. Все ништяк? Мне не нравится, когда ты плачешь. А мне не нравится видеть тебя здесь. Думаешь, почему она плачет? Потому что я здесь. Нет, из-за тебя. Мам. Я поменяюсь. Думаешь? Сколько раз ты мне говорил, что мам, я не буду так делать. Мам, я буду хорошим. Скажи маме, ради кого ты поменяешься. Когда я поменяюсь, я поменяюсь ради себя и своего отца. Извини, что заставил тебя плакать. Слабый человек заставляет свою маму плакать. Мама такая, у нее нет. Ты не справишься. Я надеюсь, ты не вернешься. А он такой, мама, я все понял, мамочка, мамочка. Нет, это все бред, это бред. Ты меня сейчас обманываешь. Опять обманываешь. Офицер, закройте. Как можно им верить? Ничего, это, я думаю, это их ничему не научит. Да я уверен, да я уверен в том, что это вообще ничему. Не то, что ничему, они ничего не поняли. Ну шоу хорошее. Надо только кошмарить их побольше. Если бы, да, кошмара было больше, и постоянно мистер Ронни приходил, и хотя бы неделю их кошмарил, тогда бы был бы результат. Травма была. Они не поняли, что они за пять часов их один раз напугали. Они пугаются больше, когда копы проезжают, потому что они с травой бегут домой. Я думаю, что это вообще ни о чем. Тильный человек сделает ее счастливой. На мой взгляд, ты доставил много горя. Намного больше, чем человек за стеклом заслуживает. Я люблю тебя. Мистер Ронни сделает ее счастливой. Да, Мистер Ронни сейчас. За 20 минут он ее счастливой сделает. С той стороны стекла такой. Что, в чем дело, пацан? Сейчас вы что-то. Не ожидал? И он снимает этот самый штаны. И они такие копы. Он копы. Все штаны его сейчас мы будем изнасиловать. Он такой. Но он же пока этого не сделал, правильно? Он ее не будет насиловать. Она согласна. Да. Посмотри, сын. Теперь это твой папа. Он такой. Ну все, молится. Я выйду, буду тебя воспитывать. Ты быстрее выходи. Лицом к стеклу. Как дела? Не очень. Готов идти домой? Да. Все оказалось не таким уж смешным. Как ты думала вначале, да? Да. Ну вообще, поль заточку хотел сделать. Вот этот вот папочка его. За него выводы делаю. Когда стекло есть, он тогда может что-то говорить. Он боится, что он его зарежет. Наверное, Ромсан. Он такой, ну что, как там ты? Да? Нравится? Не так все круто, как ты думал, да? А такая, как только стекла не будет... Ну как собака, перед которой забор. Да-да-да-да-да. Или которая там другую собаку большую на поводке держит. Она, конечно, крутая. А когда стекла не будет, сразу степ-дэдди становится с языком зайдеться. Ты уважаешь меня, когда я дома в свой выходной. И больше не будешь бить меня, хорошо? Хорошо. Если ты снова ее ударишь, что будет? Он говорит, вы позовете его. И он придет и разорвет мне жопу. Ну, мы пока пойдем с мамой, обсудим один вопрос, о том, оставлять тебя тут или нет, на выходные. Или забрать тебя, если ты поменялся. Да ничего он не поменялся, оставляйте. На... Не, я вот в этом случае, вот с этим пацаном, было бы круто, если бы дядя Роня пришел. Он такой, он мой, это мой малец. А, ну мы его оставляем тогда. Он такой, очень хорошо. Вы мне даете карт-бланш на все. Теперь ты мой... Воспитываете. Да-да-да. Все, и я тебя воспитаю, ты будешь шестеркой моей до конца жизни. А я здесь на пожизненном сижу, я дедерогий. И ты можешь всю жизнь с тобой. И ты можешь на пожизненном. Хорошо, что? И все? Пойдем. Скажи пока. Пока. Пойдем. Эй, шеф, запускай брата. Присаживайся. Да-ка еще Роба маленькая на него шито, специальная, заверьте его. Заказ. А всякие разные есть. То есть там и на больших, и на маленьких, и на толстых, и на толщих, каких хочешь. Да, если Карлик попадает в тюрьму. Роба для Карлика будет? Да. Как вот мини-мы. Рыходил там. Йо-йо, че там, устроите бунт, а мы бежим. Мистер Зло. Я думаю, этот Карлик мог просто взять эту сетку. Вот этот пацан вообще, ну, не бандит. Он просто ворует и поджигает. Ну, хулиган. Да даже не хулиган. Он это делает не из злого умысла. Просто ему нравится. Как вот, понимаешь, типа, они два сапога пара, как бы считается, да? Мелкие проблемы. Мелкого убрать, этот будет нормальный. Мелкие проблемы. Он будет слушать папу, маму. Но раз мелкий на дно тянет старшего, старший тоже должен в шкуре оказаться. Надо мелкого оставить в тюрьме. Я считаю, это правильно. Ну, подольше. Меньшими жертвами. Не, ну, всегда. Меньшими жертвами они получат нормального сына. Чтобы он сказал, мам, вы отпустите меня. Скорая приедет домой. Домой такой, конечно. Нет, конечно, скорость. И потом подписывает бумагу. Вы понимаете, что вы подписываете бумагу, что вы, да, что ваш сын никогда не выйдет. Он такой, да, я понимаю. Ваш сын, я пишу, да, уж чтобы он никогда не вышел в тупое. Я три росписи оставил на каждой странице. Да, да. Чтобы, естественно, еще проверка какая-нибудь, но не подтвердила, что это была ошибка. Я осознанно оставляю своего сына на всю тюрьму. Хочешь что-нибудь сказать? Ой, хорош. Она не поймет ни малейшего слова, если ты будешь рыдать. Ага. Что ты должен ей сказать? Извини за все, что я сделал. Почему мы должны пустить тебя домой? Потому что я усыплял, урод. А нам откуда знать? Ты так и раньше говорил. Мы уже это слышали пару-тройку раз? Попробуй как-нибудь поубедительней. Я хочу домой, потому что... Потому что получается так, что ты остаешься на выходные, и ты это уже слышал, да? Нет, мама. Мы это делаем, потому что любим. Я знаю. И мы пытаемся оторвать тебя от твоего поведения. И твоих привычек. Мама, поговори с ним. Не, ну а че, ну он тоже сопляк. На три дня в тюрьме, это ж не на всю жизнь. Роня сидит 25 лет. Может, это повлияет, но я не думаю. Не, ну да ничего страшного. Он на самом деле сейчас думает, что так страшно. Ещё на два дня остаться. А ты знаешь, потом день за два, потом ещё три за один. Да вообще время полетит. Потом месяц, а думал год. Оказалось год, а прошло четыре. Понимаете, как бы, ну там уже все дни смешиваются. Мне нужно домой, я не могу быть здесь. Пока, малыш. Нет. Скажи пока. Скажи пока. Не, самое интересное начнётся, я думаю, знаете, когда ему стукнет 18, когда он сможет насиловать других зэков? Если он станет крутым. Не станет. Он просто поджигает. Не получится. Ну да, конечно, у него немножко другой склад ума, но если вот он стал бы, то тогда это было бы другое дело. Вот как дядя Ронни стать. Ну просто нужно на ходе отдать фаер-шоу, крутить эти штуки. И всё, и вся проблема была бы решена. Ему бы не было интересно воровать. Он с огнём играет, ещё и крутые штуки показывает. И зарабатывает деньги ещё. Ну пока мелкие, его хвалят за это, потому что у него хорошо получается вообще. Сначала без огня шары крутят, потом с огнём. А может вообще его отдать в этот самый 911 emergency, чтобы он там работал этим пожарным? Это уже в будущем. Да, да. А так на фаер-шоу отдать, и всё. Тебя. Люблю тебя. Вставай. Да, это не в большом стене, конечно, висели там все этот туалетный пунш или варили его прямо в сантиметре. Хорошие камеры. Хорошие. Чистые, сухие, тёплые. Да, очизать точки не делают. Мы не пойдём домой. Расслабься. Пойдём домой. Я знаю. Знаю, что хочешь. Марк, перестань рыдать. Детский мак, трешокер. Там поменьше мощность. Тоже обоссоться. Ну немножко. Ему дадут это самое полотенце, будет потом стирать его свою мочу. Кто за тобой уберёт? Мамочка? Никто не уберёт. Без матраса будет спать. Наживай. Правильно. Хорошо, не буду. Эй. Эй. Ну, глянь на меня. Успокойся, а ты не начинай. Успокойся. Перестань плакать. Хорошо? А? Наоборот. Вот сейчас, когда... Надо поражать. Поражать до конца. Да, он почти сломлен. Плачет. Он сплачет, он почти сломлен. Ты будешь сидеть здесь, твою мать, пока не пойнёшь. Сейчас ему нужно в холодную воду, а потом в карцер. И дубинкой перед лицом махать, чтобы страшно было. И как вы, значит, им это записки отправлять? И маньяка без глаз привезти. Меня здесь убили. Посадить его в карцере, чтобы маньяк был на цепи. И вот ему цепи хватало вот столько прям дотянуться рукой, чтобы он вот так, ааа, я убью тебя, пацан. Он мог даже вот так ослабиться чуть-чуть тебя. И ты такой, ааа. Чуть-чуть двинешься, он тебя схватит, убьёт, изнасилует и съест. И вот всё. И тогда вот был бы перелом, после которого он не вернулся. И ты всю ночь прижимался к стене. Да, да, да. И мог ослабиться вообще. Нормально, мне кажется, хороший вариант. Ну, либо, если вообще никак, устроить шоу Beyond Lobotomy. Просто делать лоботомию, ребёнку возвращать пеклу. Очень спокойно, он всё понял, ты всё понял? Окей. Хорошо, тогда сделай следующее. Вставай. Иди сюда. Возьмитесь за руки. Хорошо. Теперь нужно помолиться. Попросить Бога дать вам силы. Вам нужно молиться друг за друга и помогать друг другу. Понимайте меня, вы братья, у вас одна кровь. Молитесь друг с другом. Я на самом деле думал, что там будет кошмар, как в самом начале. Всю жизнь будет. Разные выпуски есть. Есть, когда ребята постарше приезжают. И девушки приезжают. И там зэки прям на девчонок кричат. Ты будешь моей, я тебе... Ну, вот всё в таком случае. Ну, вот что-нибудь такое посмотреть надо. Надо были жёсткие выпуски. Здесь что-то как-то пацаном. А он просто больше всего собрал. Вот этот выпуск. Ну, да, на этом канале. Ну, видимо, здесь там уж совсем какие-то отбитые малолетки. Но если будете так продолжать плакать, вы всё сделаете хуже. Может, пожалуйста, отпусти меня домой? Я хочу... Вставай, пацан. Уже спать собрался? Да не, просто лежал. Холодно, потому что. Спускайся вниз. Холодно? Холодно. Так точно. Значит, ты выбрал вот такую жизнь, да? Нет, сэр. А чё ты будешь делать? Меняться? Для кого? Себя? И ещё? Для мамы? Поменяться для отца в том числе. Он всё ещё смотрит на тебя. Ты должен заставить его гордиться. Ты должен делать хорошие вещи. Ты не... Смотри. И они заходят. У нас для тебя посетители. Он такой, что за посетителем? Труп твоего отца. Он на нижней полежит. Я такой, ты груз 200-й рассказываешь? Да, да, да. Он почти весь сгнил, но в некоторых местах осталось мясо. Посмотри, лицо почти не разложилось. Его, конечно, съел рак. Наполовину, наполовину разложил. И он был честным человеком. Но ты хочешь... Ну, а значит, смертвецом оставили. Ну, знаешь, это... Чему-то ты его научишь, наверное. Ну, его научат, да. До конца непонятно, чему именно, но чему-то. Что-то он поймёт. Возможно, вот просто в Штатах такая тема, что они такие... Ну, не то чтобы напожные, да, но у них есть такая тема, там, типа, помолимся за наши души и всё такое, там. Типа, отец на тебя смотрит с небес. У нас как-то так, мне кажется, всё гораздо проще с этим. Не особо воспринимается жизнь загробная, как ты... Дрочь? Отец смотрит, как ты дрочишь. Конечно. Этого нельзя делать. Ты чё там наверх не дрочишь? Да он где? Да он и так смотрит. Квариже здесь. Так продолжать. Потому что всё, что ты делал, как видишь, не работает. Не работает. Любишь его? Так точно. Скучаешь? Да, скучаю. Хочешь, чтобы он был с тобой? Так точно. Всё, что я делал за свою жизнь, всё, что было, как бабушка умерла, всё было для неё. Иногда такое бывает, то, что ты что-то не хочешь делать, потому что не хочется. Но если я делал ради неё, я знал, что она бы гордилась, и я был горд с собой. Даже зная, что она не со мной, она всё равно будет гордиться. Я понимаю. Понимаешь? Так точно. Да он спать лёг, ёб... Чё он понял? Он ещё не проснулся. Да, он вообще-то уже в полудрёме сидит. Он ему говорит, чё, спать уже собрался? Да, я тебе почитаю лекцию. Я лежал, я лежал. Да я просто холоду снизу, холоду тебе, блядь. Да, да, а тут сверху пригрелся. Что насчёт его мёртого бати? Да, я, да, для него меняюсь. А я для своей бабушки на зону хожу каждый день на годах. Бывает. Ты заметил, как он расстроился, когда он тебя здесь увидел? У этого глаза добрые. Ну, всё-то есть, да. У мелкого злые глаза, злые, тупые. И у поджигателя не тупые, а такие маньячьи глаза. Он маньяком вырастет, будет дома поджигать, ступаться. Возможно, возможно. Мелкий бандитом станет, ничему не научится. Он тупейший вообще. Но с другой стороны... Ему кошмарили, он говорит, я сейчас заточку сделаю, нам нужны сигареты, чтобы торговать. Не, ну слушай, у него как бы такой склад ума, зоновский. Тупой. Это зоновский, зоновский. Он справился, на зоне ему место самое. То есть он там не пропадёт. Его убьют в первую неделю. Он сделает заточку, будет её показывать, его пырнув переходит. А вот если не убьют, то он адаптировать сможет. Да, да, я думаю, его просто убьют. Он начнёт выпендриваться, думает, что он самый умный, его порежут. Ну это да, хоть бы расклад, конечно, для него. Тумбочку он тебе на голову уронит с верхнего этажа. Или просто его сдёрнут. Голова. Сталкнул, стоп, случайно ударился парень. Он сам скользнулся. И никто ничего не знает. Ты не можешь. Не знаю, выдержит ли твоя мама. Теперь у тебя есть шанс. Твой брат с тобой поговорил. И ты увидел, как может быть больно матери. Используй здравый смысл. Твой выбор. Ну хорошо. У них вешалки есть. Да повеситься можно. На крючке. Нельзя, нельзя такие вешалки. Не, ну это им, наверное, разрешили. Он сказал мне, как, как делать правильно, чтобы не угодить сюда. Пойдём со мной. Я буду меняться. Стану хорошим. Сразу. Начиная сегодня, как только уйду. На выход. Садимся. Сколько из вас думают, что вернутся домой? Я поговорил с каждым, кто пришёл к вам на свидание. Скажу вот что. Вам повезло. Они хотят вас видеть дома. Мы вас не пустим. Потому что так работает тюрьма. Вот они хотят. Вот это урок, да. А теперь я скажу вам. Я, черт возьми, здесь этот самый коп. Ну это правильно, чтобы показать, как оно в реальности будет. Да, потому что... Все хотят вернуться домой. А вот у него вот этот вот значок. Он, что ему разрешает? Вас никуда не выпускать, пока он сам не решит. Нет, вот я считаю, что если был более такая жёсткая какая-то... Хотя, может быть, с другой стороны, всё-таки надо делать скидку, чтобы идти... Не, не надо. Ты прав. Ну как? Ну как? Он пестик украл. Убить кого-то может. Ты кого-то убил. Ну что, это позволяет ему, даёт право убивать людей? Ну не даёт ему, конечно, такое право. Но он никого не убил пока что? Пока что. Он сказал, что если не будете слушаться, они могут позвонить лейтенанту Хабибу... ...этому угольку... ...или мне. Угадайте, что? Второго шанса нет. Это будет ваш второй шанс. Вот он. Мы достанем вас. Очкарик, чему научился? Вести отчёт о своих действиях и ещё быть ответственным. Приходить домой вовремя. И тут мне не место. А чё? Ну, я тут просто не выживу. А ты думал, всё намного смешнее, когда ты только пришёл? Ну да. Думал, что все смеш... Понимаете, в чём дело-то? Они и не собирались в тюрьму садиться. Вот в чём проблема-то. Он-то думал, что он будет просто там тусоваться с бандами, драться. Ну, может быть, там где-то подворовывать что-то. Ему никто срок за это не даст. Они скорее выйдут в тюрьму и будут думать, я буду как мистер Ронни. Да. Я буду крутой. Если я попаду в тюрьму, то там... И буду малолеток кошмарить. Программа упаду. Может быть, мне даже немного срок скостят. Мистер Ронни... Ему есть что терять. Он клёво устроился. Хотя, кто знает, может, мистер Ронни сам, сука. Какая-то. Который сказали, иди, шестёрка. А, может, мистер Ронни очень крутой. Мы же не знаем этого, правильно? А, скорее всего, конечно, крутой. Меются, играют в игры. Заключённые, как их кормят и как они живут. Типа, как не люди совсем. Я не хочу такого с собой, так что я туда не собираюсь. А если бы они попали на нашу зону, их там бы, там, чифером нападили. Да нет, я думаю, всё хуже было. Не, было бы всё лучше намного. Один ребёнок не вернётся. Вот так вот. Не, у нас гораздо всё лучше. Я думал, я всё проверил. Я думал, там, Серёжа проверил наручники. А он думал, что я проверил наручники. А их не было. А их не было. Ну и как-то... Он его и задушил. Задушил, да. Мы отошли. На ненадолго. Тёпнуть. На минуту. А реально, а он его чё-то... Ну вы же подписывали бумажки, так что... Как-то там вообще было дело так, что они закрыли камеру. Этот коп вот так вот, да. Сейчас, сколько? АААААААААААА! Он такой, б***ь, а он ушёл. Прошло секунду 3, он ему башку свернул. За мгновение. И вы такие, б***ь, что такое, какой ужас. Ладно, х***. С лебёдойщим, запускайте, но в этот раз в наручниках. И вот просто на их глазах один регион. Я только дверь открываю, а он с него встаёт. Я такая, ты ajudarил? Не успел отойти и камеру поднести. Глазком уже мёртвый. Ты чему научился? Что не надо так себя вести. Грубить не надо. Мы с Литёхой видали твоё поведение. Раз уже, наверное. Я бы посмотрел на Сашко в тюрьме, когда он мелкий был. О, я думаю, он знаешь, во что прям... Мясо, мотяки и сиськи. Я думаю, его этот бестроливый, знаешь, просто в слякок превратился бы. Он говорит, давай в слякки поиграем, и Сашко... Сашко превратился сначала в сникамика, а потом бы расставил в лужу, его бы вытерли, и на газон возле тюрьмы отжали, и он бы обратно превратился в Сашко, и ушёл бы домой. Очень шёлковый. Вот так вот было бы тело. Как губка всё... Как губка бы, да, и обратно бы террализовался, и вот же бы, не понял, он бы испарился бы, или тучей улетел домой. Самое страшное было сегодня, когда зэки подошли ко мне, и начали срывать простынь с кровати, я хотел кого-то ударить, а его дыхание пахло жопами. Маркуша, а ты чё скажешь? Перестану бить маму, и буду уважать маму. Ты больше всех знаешь, что я от тебя это требую. В смысле, я сказал тебе, когда мы с тобой впервые встретились. Держи руки при себе. Так точно. Лучше заканчивай, а то закончим мы. Я не хочу идти в тюрьму, потому что я думал, зэки меня убьют. Они все начали на меня бычить, типа, я убью тебя, изнасилую тебя. В жопу. Готовы идти? Да, сэр? Так точно. Я так рад, что выхожу, что готов кричать. Вот надо было сейчас их подвести и сказать, а мы их шутили. О, месяц спустя. Неплохо. Чё случилось? Месяц это довольно много. Да. За месяц уже можно забыть и хер забить на всё, чему тебя надо было. Через неделю могу, да. Вёл себя плохо. И моя семья не хотела быть со мной, потому что они думали, что я проблемный подросток. И после тюрьмы моё поведение поменялось, потому что там просто нет свободы. Лейтенант Хабиб поделился со мной о потере бабушки и о том, как он использовал эту потерю, чтобы стать лучше. Это заставило меня подумать о ситуации с... Лейтенант Хабиб говорил, вот бы ещё кто-нибудь из моих родственников умер, чтобы я ещё лучше мог стать. Вот бы он. Лейтенант Хабиб говорит, вот бы моя мама умерла, я бы тогда так горевал и так старался стать лучше, стал бы вообще великолепным человеком. Просто мой отец, он хоть и хороший человек, но он всё-таки, надо сказать, ну, мне для него стараться хочу. Вот если бы мать умерла. Да, я даже подумываю, её немножко придушить. Буду ей капать там. А я в тюрьме работаю, мне ничего не будет, у меня везде связи. Преобразователь ржавчины. Да, да. Закопать чай в кофе. И тогда я действительно стану лучше. Как там лейтенант Маршалль кто-то там сказал? Так и сделаю. Так и буду делать. Спасибо, лейтенант. Сом. И что не хочу его разочаровать. После похода в тюрьму я поменялся тем, то что я перестал ходить в места, в которых не должен быть. О, а у него этот панама шаркс. Чё это за панама? А, ну, типа эмблема шаркс это хоккей. Поменялся тем, то что я перестал ходить в места, в которых не должен быть. Возвращаясь домой в законное время, Никола полностью поменялся. Когда я прихожу домой, Никола здесь. Так что больше нет проблемы, что я не знаю, где он, не переживаю об этом. Он радует меня, когда говорит, Мам, я пойду на поле. Это очень ему помогает. Я бегал ещё, когда я был маленьким. Это, это то, что помогает моему разуму сосредоточиться. Бег держит меня подальше от улиц. Бег на поле, просто бег, даёт мне чувство свободы. Писаны, чтоб от копов убегать, тренироваться. Это он сейчас с Элемид доверенно нарабатывает. Да, 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 да. Я тренируюсь, Писаны. Писаны, что если что, убежать от копов. И не вернуться в тюрьму, да. Да, теперь моя мама может мной гордиться. Теперь она может улыбаться, вместо того, чтобы плакать. А что скажут твои барданы по банде? Да не был он ни в какой банде, он фантазёр. Да не фантазёр, он леденец, ёлка. Фантазёр. Ты леденец на палочке, вафельный стаканчик, идиот. Ты. Фул, тебя надули, тебе бинты, идиоты. Твоя мамочка с твоим банде, отцом, придурком. Пойдём, горбанём. Пошли они к чёрту, пойдём с нами. Зачем они тебе не нужны? Толстый коп тебя испугал, да ты от него убежишь. Нет, я думаю, он нигде не состоял. Он же говорил, у нас группа друзей. Сортирный салют. Ну, фантазировал, и поэтому так легко со всего слился. Ну, он и постарше всё-таки. Просто, я не знаю. Вышел Дейзгон, и всё, и у них нет никакой банды. Нет, нет, по дамам разошлись. Да, да, да. И такие, ой, у нас что-то там было, да. Ну, ладно, играем. Пойдёмте. Крапива полностью поросла мой забор. Давайте я докажем. Возьмём палку и отпиздим её. Вот это нормально, да. Вот это, я понимаю, гангстерская тема. Ну, для 14 лет вполне. Мой отец мог бы сейчас сказать, что он горд мной, потому что я поменялся. До похода в тюрьму я ввязался в драку с пацанами, которые пытались оттащить меня в банду. Когда я увидел брата, я был в шоке, потому что я долго не видел своего брата. Он сказал, чтобы я образумился до того, как я пошёл бы по его пятам. Я дома примерно месяц. Мой братишка, я в тюрьме мутки делаю вдвоём. Теперь смотри, стоят это, кокаином торгуют на улице. Вдвоём-то легче грабить людей. Конечно, один отвлекнул, один говорит, не давай руки вверх, а второй обломовый. А второй сзади по голове. Камнем, блядь, просто с дороги бах. Вот они. Бизнес делают. Один чуть не загремел на зону, второй только что откинулся. Он, братан, ничего не делает. Чё вы делаете? На работу ходить? На работу ходить? Говариваю, братишка, тебе нужно меняться в натуре. То, что он делает, мне, конечно, не нравится, но я не могу его поменять, пока он сам того не захочет, а так он всё равно будет продолжать. С похода в тюрьму я всё ещё вляпываюсь, в школе и дома. Рустик перешёл на следующий уровень. Он стал ещё хуже. Рустик украл у меня деньги и воровал даже учителей. И он пытался наехать на меня, подраться со мной. Очень важно навещать Рустика, потому что он действительно пошёл по дороге разрушения. И скоро будет точка невозврата. Что у тебя там с воровством? У других есть вещи, которых нет у меня, и я их просто забираю. Тебе нужно понять, пацан, ты копаешь себе яму ещё глубже. Если честно, в моей жизни должен быть мужик. На следующей неделе я переезжаю в Атланту к отцу. Как ты думаешь, это на тебя повлияет? Он будет со мной более жёстким. Я понимаю. Ты зашёл за линию, и тебе нужна дисциплина, чтобы вернуться обратно. Отправить своего сына обратно к отцу, это будет очень тяжёлый выбор для любой матери. Но нужно увидеть, сможет ли отец оказать влияние на него. Я обещаю, что смогу поменяться полностью, любым способом. Время вырасти и стать взрослым. До похода в тюрьму я орал на свою маму и ругался на учителей матом, называл их по-разному. После похода в тюрьму я поменялся тем, что почти перестал ругаться. Стал вести себя лучше. Мама говорит мне что-нибудь сделать, и я делаю. Я думаю, что взгляд Карена на жизнь смог поменять. Ты знаешь, что я думаю? Что никто не мог осадить просто его брата, младшего, да? Родители там не могли, он сам не мог. А вот он увидел то, что это просто сопляк, который точно так же может заплакать, потому что у него накричал там коп, ещё что-то. И он просто для него потерял авторитет какой-то. Он не такой уж и крутой. Он просто школьник, блядь, отбитый. Девенадцатилетний. И поэтому он для него уже никто, блядь. Там я видел, как ты плачешь, как ты боишься, что дядя Линерт или какого-то там шестия убьёт. И ты не крутой. Ты просто придурок. И всё. И как бы он исправился. А этот малой, он до сих пор, я думаю, годик-два подумает, что он всё ещё может как-то перебороть систему, а потом тоже сломается и будет обыкновенным. Не, тюрьму загремит. Ну и Эля всё рядом. Всё хорошо. Теперь он не смотрит на мир так, как смотрел раньше. Каждое утро он обнимает меня 10 раз перед тем, как пойти в школу. Так что у него всё намного лучше. С похода в тюрьму я стал более хорошим братом, потому что Маркуша, я стал ему помогать, когда ему трудно. И когда он плачет, у него есть кто-то, он может положиться. С того дня в тюрьме я перестал играться с мамой, ругаться и стал лучше в школе. Я перестал играться с пушками и с ножами, потому что не хочу причинить вред кому-нибудь или себе. Я не хочу возвращаться в тюрьму. Это было очень-очень страшно. До похода в тюрьму я опасалась, что Маркуша может где-нибудь скопытиться. Он просто теперь это будет делать более скрытно. Да-да-да, он не будет на показуху ходить куда-то там. В тихаря всё будет делать. По тихому, да. Будет креповать маленьких детей вообще, которые там в первом-втором классе, да, школы. Вот они ничего не расскажут, просто будут у них деньги отнимать. А вот так ходить, говорить, что ах ты мать толстая, ещё что-то, конечно, не будет. За глаза. Не хочет, не хочет, чтобы, да, в тюрьме, в тюрьму опять ходить. После тюрьмы будущее Маркуши выглядит ярче. Его взгляд на жизнь стал лучше. Раньше ему было плевать, а сейчас он стал очень ответственным. Он поменялся. Мы с братом очень хорошо ладим, потому что мы стали проводить больше времени вместе. Мы вместе стали выходить на улицу, на поле, играть в баскетбол. Я рада, что мальчики прошли через тюрьму, потому что я верю, что это спасло им жизнь. Я хочу сказать спасибо большое лейтенанту Хабибу, потому что он выручил нас с братом в камере. Он помог нам вместе поразговаривать с братом. Моя жизнь намного лучше. Я очень поменялся. Я думаю, что день в тюрьме нам очень сильно помог. Я чувствую, что я могу стать тем... Никуда они едут в лес, костры сжечь, трупы искать. Кошек там, блядь, в костер бросают. Убить свои жизни, хулиганы. Карен ведет себя подобающе. Карен говорит, что настолько не любит тюрьму, что пытается не думать о нем. Он просит о дополнительных занятиях, чтобы протянуть оценки, и он по-прежнему ладит с братом Маркушей. Маркуша? Маркуша по-прежнему относится с уважением к матери и ладит со своим братом Кареном. Он засветился на доске подсчета в школе и теперь планирует начать становиться элегантом. Все равно я люблю. Обманывает, обманывает, обманывает. Вокруг, сука, плана. Всех вокруг парня садов. Да, 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 да. Хорошо, а что там с этим-то, который... Рустик теперь живет с отцом. Рустик каждую неделю созванивается с матерью. Она говорит, что он справляется. Но его отец это отрицает. Говорит, что у Рустика плохая компания в школе, и он не поменялся. Никола. Абсолютно поменялся. Никола остается сконцентрированным на семье и школе, в которой он получает одни пятерки. Он сторонится старой тусовки, а его единственное замечание в школе было за поцелуй в коридоре. О, ребята, спасибо. С дядей этим, который приехал к нему навестить из зоны. Ну что, ребята, как вам? Мне понравилось. Мне понравилось. Хорошее шоу. Надо будет подобрать еще выпуск. И вообще будет балдежно. Каких-нибудь отбитых старшегодников. На этом все. Ставьте лайки этому ролику. Подписывайтесь на канал Антона. Спасибо. На мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Beyond Scared Stride. На этом все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok